Всем привет! В современном мире, мире войн и политических переворотов очень важно оставаться человеком. Порой сделать доброе дело совсем не сложно, но, к сожалению, многие люди об этом забыли. А ведь даже самый маленький добрый поступок принес бы больше любви и радости, чем все богатства мира. Сегодняшнее видео именно о таких историях, которые, как правило, остаются за кадром. Итак, это пять добрых поступков, которые позволят снова поверить в человечество. Поехали! Аня Рингренловен Почти год прошел с момента, как датчанка Аня Рингренловен нашла на улице в Нигерии истощенного двухлетнего малыша. Она назвала его Хоуп, от Хоуп – Надежда. Собственные родители выгнали мальчика из дома, посчитав колдуном. Тогда ему было чуть больше года, и он выживал только благодаря подачкам прохожих. Аня забрала его в свой приют, который задержат вместе со своим мужем Дэвидом Эммануэлем Умэмом. В нем живут 35 спасенных детей от года до 14 лет. Когда Аня опубликовала фото с Хоупом в Фейсбуке, пользователи со всего мира начали перечислять ей деньги. Всего был собран 1 миллион долларов. В планах у Ани и ее мужа – большой детский дом и клиника для детей. А Хоуп сейчас совсем не напоминает скелетик на ножках. Это веселый малыш, который, по словам приемной мамы, вовсю наслаждается жизнью. Валия Арфаниду В апреле прошлого года в Греции женщина заметила на улице бродячую собаку, чья морда полностью окаменела. Она сфотографировала беднягу и выложила снимок на Фейсбук в надежде, что кто-то сможет помочь. Тяжело больная пятилетняя дворняжка была уже совсем плоха и даже не подозревала, что в этот день ее жизнь изменится навсегда. Петра, так назвали собаку, никогда раньше не общалась с людьми, а потому боялась их до дрожи. К ней было невозможно подойти, она убегала, стоило только к ней приблизиться. Спасти ее оказалось непростой задачей, но никто не собирался сдаваться. Когда бродяжку наконец поймали, ее доставили в приют для животных в городе Аропос. Теперь Петру просто не узнать. Она уже не та тощая бродяжка, которая страдает от кучи болезней и боится людей. Она стала по-настоящему красивой собакой и теперь готова присоединиться к любящей семье и обрести новый дом. Скотт Данн 22 мая этого года Скотт Данн, школьник из американского города Макалистервиль, попал в автокатастрофу. Состояние парня было настолько тяжелое, что врачам пришлось ввести его в искусственную кому. Он пролежал в таком состоянии около недели, а когда пришел в сознание, то понял, что пропустил свой выпускной. Но как только молодой человек пошел на поправку, его родителям позвонил директор школы и сказал, «Мы хотим сделать кое-что особенное для вашего сына». Друзья Скотта решили сделать ему сюрприз. После того, как он окончательно поправился, вся школа собралась снова. Выпускники еще раз надели мантии, учителей директор произнесли речи и все ради одного Скотта, который в тот вечер получил таки свой аттестат. Дедушка Добри 98-летний нищий дедушка Добри из болгарской деревни Баилова, одетый в лохмотье, часто стоит у собора святого Александра Невского в Софии. Каждый день он рано встает и проходит 10 километров от своего дома до столицы Болгарии. В 2010 году, во время съемок документального фильма о соборе, журналист болгарского телевидения сделал в архивах церкви шокирующее открытие. Он выяснил, что самое щедрое частное пожертвование, которое когда-либо получал собор, это 40 тысяч евро, подаренные старым нищим – дедушкой Добри. 98-летний святой не касается ни одной копейки из денег, которые ему подают. Он живет на свою пенсию в 100 евро в месяц, а также на денежные подаяния в виде фруктов и хлеба. Дедушка Добри помогает и многим другим. Например, он оплатил коммунальные счета детского дома, оказавшегося на грани отключения тепла и света. Он также помогает бездомным. Но о всех добрых делах дедушки никто не знал, потому что Добри никому никогда о них не рассказывал. Приют кошек Мохаммеда Аллаа Аль-Джалила. В последнее время новости из Сирии не сходят с новостных полос. Чаще всего это рассказы об обстрелах, очередных стычках с исламистами и о жизни немногих людей, которые не хотят покидать родные дома. Среди тех людей, которые отказались бежать от войны, и Мохаммед Аллаа Аль-Джалил, который не захотел покидать город, потому что не смог оставить на произвол судьбы своих кошек. До войны еще в 2011 году он работал электриком, и у него был небольшой приют для зверюшек. В нем жило около 20 животных, которых выбросили на улицу. По словам Мохаммеда, когда люди покинули город, к нему стали приходить кошки. Кроме того, он сам подбирает их на улицах осажденного города и заботится, стараясь не только кормить, но и обеспечить безопасное убежище. Среди животных есть один особенный котенок, которого принесла маленькая девочка. Ее семья уезжала из страны и не могла взять питомца с собой. Принеся котенка к Мохаммеду, девочка просила присылать ей по интернету фотографии ее любимца, что Мохаммед и делает регулярно. Всех этих людей не показывают по телевизору. Их имена не мелькают в титрах и на красочных афишах. Тем не менее, именно они настоящие герои. Именно благодаря таким людям и их поступкам остается вера в человечество. Будьте добрее, друзья, и помогайте ближним. Хотели бы порекомендовать вам игровой канал Elda Game? Вас ждут обзоры, конкурсы с классными призами, юмор и многое другое. До 20 декабря разыгрывается коллекционное издание игры Watch Dogs 2. Так что смело подписывайтесь и будьте в игре вместе с Elda Game. Ссылка на экране и в описании. А на этом сегодня все. Моя мастерская, твое настроение.